Наталья Амельченко, переселенка из Донецка. В родном городе у ее семьи был медицинский центр. Переехав в Киев в 2014 году, сразу принялись за восстановление дела на новом месте. Многие пациенты, рассказывает она, тоже переехали в столицу, поэтому работа фактически не прекращалась. Изучив бизнес-план семьи Амельченко, их инициативу поддержали многие общественные организации. Крымская Диаспора, Фонд Возрождения, Программа развития ООН и правительства Японии. Важно, что медицинский центр переселенцев из Донецка делает значительные скидки для переселенцев и других социально незащищенных людей. Наталья рассказывает, даже спустя время фактор нового города все равно мешает полноценному процессу работы. У нас был свой медицинский центр и свое помещение в Донецке, а сейчас это аренда. Вот это основная трудность. То есть мы зависимы, естественно, от арендодателя. И вот сейчас мы, скажем, в пределах одного здания, но все равно меняем помещение. То есть вот такая некоторая нестабильность пока сохраняется. Луганчанка Татьяна Соколова на новом месте решила сменить сферу деятельности и воплотить в жизнь идею, о которой давно мечтала. Сегодня она занимается изготовлением пончиков, пока только на дому. Но хочет расширить свое дело, составляет бизнес-план и надеется выиграть грант. В ресторанном бизнесе он, в принципе, один из самых сложных в целом считается. То есть это и целевая аудитория, и аренда дорогая в Киеве. Опять-таки то, что продукт у нас свежий, мы готовим каждый день, он у нас не лежит, то есть быстро портящийся. Но сложности нас не пугают. На четвертый форум приехало около 200 переселенцев. Но участников могло быть намного больше, считает глава Крымской диаспоры, которая проводит форум. Ведь число желающих попробовать себя в предпринимательском деле гораздо больше. Количество участников зависит от наших финансовых и ресурсных возможностей во многом. Потому что мы благодарны посольству США за поддержку фонда возрождения, что они помогли нам организовать этот четвертый всеукраинский форум. Но если бы были большие финансовые возможности у наших организаций, мы бы проводили форумы гораздо более властного. Основная трудность для открытия своего дела на новом месте, говорят переселенцы помещения. Аренда в столице многим не по карману. Заново нужно нарабатывать базу клиентов, что в чужом городе серьезно тормозит рабочий процесс. Вспоминая самый первый форум в Крымской диаспоре, подчеркивают, со времени его проведения переселенцы стали мобилизованнее, активнее. Они перестали опускать руки и успешно самоорганизовались. Помогают друг другу и в большинстве случаев сотрудничают с такими же переселенцами, что укрепляет связи и значительно помогает работе.